выехали на свет божий то дома сидела я столько с унуком дочь она свезет едем к внучке и снохи но они болеют кашляют температура не температуре кашляют и сопливят и договорились просто сумки отвезем по сумочке и назад куда-нибудь заедем уже квартиру посмотрим посмотрим как ветер сильный сильный ветер пронизывающий сегодня температура вроде владеем градусов на 20 не больше но я не посмотрела но не 30 уже уже не 30 но ветер еще хуже прям сквозит во все дыры под шапку везде мы поедем все таки это дорожка через железнодорожное полотно какое-то это наверное но это наверное какой-то завод дойдет подгонять это главный выезд города все поезда выезжают она вытягивает тупичок как вроде да депо может быть депо не смысл там железнодорожный вокзал вот и главный выезд с города на поезде а чё-то поездов не видно обычно они идут они идут и идут и ясно вот усили чуть-чуть поедем съездим а то денис еще через полмесяца приедет и чё потом придем еще сейчас пока болеют презентики небольшие консервы свои закрутки и хоть пару баночек на чё пойдет все там фасоли такое что все в дело она фасоль любит между прочим тогда прям перебирала где возьму фасоль у лентки тогда в огороде все я стушила я покупала у бабушки на базаре фасоль стаканов 5 или 6 стушил так что ничего не лишних но уже проведать пойдем внучку когда выздорове боимся я боюсь я не знаю может они и муж не корона и муж так все равно не хочу лишние сопли вот это мотать и так что ты кашляешь все утро и наташа сегодня чихала и я чихала тут плохо тут затаяно тут а начали уже окна запотевать город не снимешь ладно немножко сняла то чё буду так долго снимать ну это ж по идее самый край да да ну я ж еду старую шуменьку еду чтоб по машинам не делить бабушка едет всем приветьки поехали проведаем что болеют а Денис еще не приехал я ей звоню он говорит ну Денис приедет потом посидим поговорим я говорю ну сумки поставим и назад а потом уже еще раз приедем вот едем вот едем от снохи вот в этом доме они живут я уже просто переболела так боюсь сидеть ну вот все едем уже на завтраку сумки отдали Владюша пошел поднялся на лифту на девятый этаж и все все сумок нету едем по городу ну все теперь можно хоть куда вы свободны поедем к вам да сейчас поедем и посмотрим что там далеко ли это близко ли это отсюда мне все равно не понять да тут снимать то что дорога только одна все всем приветики с дальнего востока с комсомольска на море сколько время у нас почти пол четвертого я с часу леплю вареники один поднос унесла с капустой с мясом и с картошечкой еще есть Наташа пожарила капусты я сварила картошки сяду пока отдохну с вами поговорю и вот решили вареников накрутить чтобы всегда было под рукой если кому-то некогда мы бывает выезжаем по магазинам промотаясь день потом чтобы все было у нас в холодильнике еще селедка сейчас сейчас только салат доела с грибами которые делала лесная поляна или грибная поляна как-то вот а Наташе позвонили по работе хотели вместе ляпать ну ничего она нажарила хоть капусты так как она любит я по-другому маленькая нравится так вот перемешали кислую капусту со свежей и пожарила она и фарш у нас оставался с пелеменей фарш добавили туда вот решила покрутить варенички были вот такие вот дела вчера от из лесных подарочки небольшие ну и и понравилось вроде бы позвонила по сказал спасибо болеют они болеют ничего встретимся все равно все равно вот они выздоровеют сын придет с командировки и посидим поговорим но пока так раз они болеют сильно кашляют они и мы не стали владюша сумки только поставил позвонили и все но ничего хорошо сейчас интернет есть всегда можно посмотреть и поговорить и пообщаться по хотя бы так ставьте когда не было интернета это вообще письма как вспомню боже мой на поезде едешь сутки а письмо 10 суток идет и все уж не скажешь в том письме вот наташа уехала я сейчас села отдохнуть все равно спина устает я сидя не умею делать и только стою и вот уже час два три три часа уже стою леплю потихонечку кино просмотрела кино было посмотрела кино пока наташа поехала думаю сяду поля ля ля каю вчера даже из немножечко сняла как мы ехали к снохе ее тоже ольга зовут как меня вот тезка на мне и и вчера даже некогда было заниматься этим видео и не смотрела ничего сном общались разговаривали владюша у нас в день сегодня пошел аж пять часов стал всеми надо быть на работе нефтеперерабатывающий завод далеко очень доехать доехай пока доехай это очень далеко минут 40 на наехать не знаю брехать не буду но долго мы ехали прошлом году смотреть не показалось долго я у него потом переспрошу сколько а у него машина с аварией еще после праздников только сделают в него вписались какой-то сумасшедший ну ничего на струховку получил сделают вот сидю отдыхаю но вот перед тем как наташи позвонили на работу с работы или уже после она уже оделась подходит ко мне говорит мам ну подружка одноклассница света мне написал и смотрит на меня сразу говорит чух 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 кто-то умер у них наверное же я маму все знаю но оттуда где учились дети где мы жили двадцать с лишним лет играет одноклассница наташина умерла внезапно с москвы приехала там сибири где-то мама живет они переехали туда и умерла на новое наверное вот после нового года ну вот еще ничего не знаем но умерла вот наташина одноклассница вот и все семьдесят пятого года девчонки это же вот связь катаю вареники и прямо голове вот мы нервничаем вот что-то нам не хватает вот что-то вот это надо вот это надо вот надо купить это надо тот не так сказал понервничал я что-то ответила не так переживаю вот всякую мелочь мы всякую в очереди стоим и тут нервничаем другой раз или там у нас торт не получился или салат да бог с ним не надо вот так вот не знаю сейчас не случилось но не отец рано умер инсульт мужчине что же что-нибудь на она она же как идет по пороге кого слабая запчасть передает детям и и по наследству в основном может быть не знаю может вирус может быть отравление не знаю потом узнаем но вот такая весит не пришла я же хорошо иру знаю ира макиенко они с наташей вместе в хабаровск езды поехали после окончания поступать и у иры там родственники были она наташу к себе взяла на квартиру ну пока они сдавали экзамен а пока абитуриентами были я и благодарна очень было конечно так что жалко конечно она к нам приходим дружили они так хорошо я и знаю маму и узнают таня бедненькая сейчас как вот будет и мне кажется самое большое наказание детей хоронить боже мой дай бог не приведи господь такая вот после праздничная весь весть не смогла то что знаю то и выкладываю то и разговариваю вот сейчас немножко полепила потом еще полеплю на улице у нас сегодня солнышко нет я на подзарядке поэтому сижу как привязана сейчас отцеплюсь отцеплюсь вот такая погода пасмурная сломалась это жалюзи пасмурно солнышко нет сегодня а я пол пятого сегодня встала и все и не могу проснулась и могу уснуть а три дня спала как убитая здесь сегодня вот так вот и встала я голова подкруживается что-то это еще и солнышко нет может все в куче погода не особо но пришлось но не терок он колышет сухую веточку полы ветер значит да тут ветра вчера мы ездили ветра такие вот такая вот новость такая такая погода все как-то в раз наташа прямо так сразу погрустнела приятно конечно совсем молодая что это не 60 не 70 60 то мы сейчас считаем что рано вообще когда знаешь это же дети были для меня вообще кажется не дети хотя ему же за 40 хорошо но все равно дети для нас вот такая вот новость плохая сейчас маленько полеплю там наташа придет и даже не могла тени телефон в руки только вот открыла кино стала смотреть и вот немножко сниму пока отдыхаю некогда и вчера ничего не закидывала поехали немножечко сняла там по пути нам минуты две или три надо будет сюда прицепить новогод все встречают все записывают новый год новый год вот еще с картошка сделаем задубела надо будет потом по новое потолочь потолкли не пригладили задубила ничего подогрею потолку с картошечкой еще сделаем привет то надо сказать без косметики ничего страшного мы старенькие всем привет вот я кухарю сегодня еще наташу жду сейчас она поехала на работу приедет будем вместе доделывать варенички прямо с этого собачьей я его снимать ладюша ужинать ужинать все вареники готовы мама пока посуду моет с работы пришла все ну все правило все правило ой боже там так самоет посуду я хоть немножко покружусь сегодня не снимала ничего сняла немножко поговорила как мы день у нас проходит вот так проходит уже вечер я сейчас ладюша поезд не он не торопится он у нас не торопится пошевелим его ты сидишь караулишь ботинки маня маня сидит маня играть будем веревочку вам играть ой устала я наташа сказала сама будет посуду мать выгнала меня отдыхать я пошла отдыхать манечка спала весь день да спала теперь встала спала моя кошелечка моя хорошая девочка наша любимица хозяйки что ты гладенькая мягенькая играть будем где у нас с тобой а вот ты 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 а усы то ой раздевалась не хочешь играть ну не будем тогда если ты не хочешь то не будем кто там сзади тебя кто тебя там сзади ты беспокоит а а а а глазаки большие а глаза какие по пятачку по пятачку по пятачку а а а а а Продолжение следует...